всем привет мне кажется мы с вами очень давно не проводили какие-то тест-драйвы косметики и в принципе я на эти вещи раньше вам частенько обзоры делала это туши для ресниц и я покупала какие-то новинки и показывала их вам в этот раз я купила очередную тушь от vivienne sabo и вспомнила что я для давно для вас такое видео не снимала поэтому давайте исправлять ситуацию и мы сегодня с вами будем краситься вот этой вот новинкой а это тушь у vivienne sabo вышла совсем недавно но я не могу сказать точно прям в каком месяце вы же знаете все сейчас как-то так странно то может появиться сначала на каких-то маркетплейсах новинки то в каком-то одном магазине вообще сейчас что-то непонятное происходит но я зашла в нашу подружку и там вот эта тушь была обозначена как новинки косметики и причем подружки на нее была какая-то очень хорошая цена 400 с небольшим рублей я потом заходила в летуаль и там уже туши по 600 по моему чем-то были если не больше вот это вот тушь стоило так что я думаю что стоит взять ее в подружки если кто-то хочет вышло три варианта кажется и в этих в этой туши в разных вариантах разные щеточки я взяла объем и длину это в принципе мой самый любимый вариант объем и длина это все что мне нужно для моих ресниц я бы конечно могла взять все три сразу но опыт уже у меня такой есть я брала у ювен с собой предыдущие помните разноцветные туши и вы знаете подошла только одна на которую я изначально и посмотрел там была такая кисточка в которой я в принципе была уверена но что я могу сказать по консистенции вот у меня стойкое ощущение что во всех этих тюбиках одна и та же тушь то есть формуле туши ничего не меняется меняется только сама кисточка и все и вообще мне кажется что у ювен с собой именно все так и устроено весь эффект достигается именно за счет каких-то вот щеточек не могу сказать что это какая-то уникальная щеточка и такой у вен с собой не было вот я беру допустим обычную кабаре премьер и вот она вот это щеточка и это у меня коричневая тушь в этот раз взяла черную и вот посмотрите она не такая же но берите стандартные все равно вот это стандартная от кабаре но и вот такую тушь такую щеточку мы уже встречали с вами у вен сабо консистенция обратите внимание консистенция один в один просто один в один и знаете что я сейчас подумала а давайте-ка мы сравним мы возьмем вот эту вот мою тушь правда у меня будет один глаз коричневый а другой черный ну что сделать эксперименты того требует мы с вами проверим мои догадки мне кажется что не будет сильно отличаться вот эта новинка от вот этой вот стандартной туши кстати напишите в комментариях вы тоже так считаете вы замечали то что вен сабо просто меняет щеточки и фактически тушь остается та же самая хорошо это щеточкой так как бы мне не загородить ничего я крашу левый глаз ну вот и ткнула себе в глаз хотела вам показать о елки-палки он теперь слезится хотела вам так знаете рукой чтобы не закрывать естественно порнула теперь будем плакать давайте вот так вот буду красить я надеюсь что будет все видно а то я пока вам покажу эксперимент так и без глаза останусь это щеточка для меня вполне удобная она компактненькая я большие щеточки не люблю у туши вот он первый слой вот первый слой видите вот как глаз смотрится берем и это коричневая тушь ну берем второй глаз будет у меня черный вообще если вы где-то встретили бьюти-блогера которого вы смотрите и видите что у него что-то не так с макияжем он потек помада поплыла глаза не так накрашены или еще что-то это не потому что бьюти-блогеры такие рукопопы которые для камеры красятся хорошо а выходит в жизни выглядят плохо нет это все потому что бьюти-блогер экспериментирует это значит проводится очередной эксперимент и что-то с этим экспериментом не так или еще бывает такое как я вот сама делаю я могу купить вот как я тогда три туши купила я пробовала ходила на одном глазу у меня была одна тушь на другом другая и концу дня глаза немножко по-разному выглядели поэтому это все нормально все нормально что у бьюти-блогера макияж как раз таки не очень-то и идеальный ладно следующий глаз и вот что я вижу за счет того что это немножечко другая щеточка она лучше разделяет реснички захватывает их лучше разделяет но ложится она как я вам и говорила ложится на абсолютно также учитывая что то тушь уже раскрашенная она у меня до внешние а это новенькая разница в консистенции как я уже сказала нет нет и и вот и смотрите ну и где разница вы увидите я нет абсолютно одинаково прокрашенные ресницы абсолютно одинаково лежит и даже сказать что отличается по цвету я тоже не могу мне мне кажется что один глаз выглядит что другой совершенно идентична пока у нас подсыхают верхние реснички мы немного оформим нижняя века давайте дальше второй слой так второй да здесь просто щетинки короче и все они по-другому захватывают реснички но консистенция идентичная я не говорю что туши vivienne собой плохие наоборот у них хорошие туши но изменение это исключительно щеточка вот здесь прямо вот они по длине и щетинки и они захватывают реснички прям хорошо так захватывает и я говорю это тушь еще не раскрашена а то уже а то уже до внешние которую я использую я ее кстати периодически использую поэтому она у меня долго и не высыхает и не заканчивается и не портится все с ней в порядке ну и где разница что стандартная что это найдите разницу я ее не вижу абсолютно и причем что черный что коричневый цвет смотрится одинаково здесь у меня немножко полысе и ой не то немножко полысе и глаз ну бывает у меня на одном глазу что-нибудь выпадает обламывается так видите вот здесь коротковатые немножко реснички вот обломыш спала видно так а если мы возьмем и моим способом вот так вот завьем реснички все абсолютно одинаково теперь на нижняя века ну нижняя века мне кажется вообще не показатель я сюда чисто условно тушь наношу мне самое главное верхняя века главное не ткнуть в этот глаз еще раз сравниваем и пытаемся найти хоть какую-то разницу я ее не вижу глаза выглядят абсолютно одинаково сейчас я закончу свой образ полностью и мы посмотрим как это смотрится в макияже вот и все я готова это мой полный образ нет я никуда теперь не убегаю я сейчас буду снимать для вас еще одно видео у меня она сегодня на готове ну а мы оцениваем тушь оцениваем ну вот видите пока расчесывалась даже немножко помяла реснички оцениваем как она на глазах я не знаю что вы скажете я скажу что разницы между двумя глазами как я уже сказала я не вижу поэтому какие будут мои рекомендации да туши vivienne собой хорошие да их можно брать они действительно классные но ориентируйтесь всегда на кисточку вот и все если хотите именно эту попробовать то да тушь хорошая все прекрасно реснички длинненькие не могу сказать что они сильно объемные но все хорошо у меня на этом все пишите какая ваша любимая тушь от vivienne собой пробовали вы эту новинку или нет всем пока 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 Продолжение следует...